Прид, кто ты и чем ты занимаешься? Я занимаюсь праздничным джюджитсу и кто я? Что я расскажу, я и черный пояс, праздничный джюджитсу. У меня свой клуб в Эстонии, я член организации СПГ, Straight Pass Gym. И это большинство моей жизни, что я этим занимаюсь. И, наверное, если спросишь, кто я, я могу сказать, что большинство я могу идентифицировать с джюджитсу парнем. Это то, что я делаю. Ясно. Ты всегда занимался в СПГ или ты изначально пришел не в СПГ? С чего ты начал свой путь в джюджитсу? В Эстонии мы начали, просто начинали. И тогда не было ничего там. Мы очень часто пошли в Финляндию с Мартином. Мартином Айтман, эстонский. Первый черный пояс. И мы там, там были семинары, наверное, Фабио Джурджел. И там был один семинар Александра Павла. Это лидер Альянса. И там одном семинаре я получал. Он дал нам синий пояс. И как бы, я не знаю, как это было, что нам спрашивали, где вы сейчас. Альянс или где вы. Чтобы нам все равно было. И Индрик Рейланд приглашал нам идти в СПГ. Потому что он уже знал, он видел. Он исследовал Мэтт Тортонов личный блог. Что он там писал, как он думает. И тоже СПГ было немножко тогда больше, как бы, против этого обычного движения. Как бы, я не знаю, как это правильные слова, но движение. Поставляли себя. Да, как против кого-то. Потому что из Бразилии, как это более традиционный вид, как разминка, как тренировка, как преподавали. Но были, по сути, такими антагонистами. Да. И они, естественно, они делали по-другому. Ты здесь и мне, и ребятам, у которых ты ведешь семинары, известен как человек, который преподает, по сути, концепции в борьбе. То есть, точка ноль, из которой можно работать, из которой есть разные виды гарды. А не десять приемов. Десять движений. И, по сути, ты пришел к этому, придя в СПГ. То есть, но не все СПГ делает Грильчикин. Это именно твоя наработка. Как ты стал анализировать эти вещи? С чего ты начал? Наверное, я рад, что как этот блок МАТа и эти люди дали мне какой-то вид, как думать. Почва для размышлений, да? Да. Как думать про вещи. История Грильчикин очень странная. Чтобы в этом году, в ноябре, это три года. Три года будет, когда мы нашли это. И тоже СПГ делает Грильчикин. Парни используют. Но как бы везде, если ты это нашел, ты это чувствуешь лучше. Это, мы видим, что это помогает людям очень быстро. И я думаю, что у каждого человека может быть уровень черного пояса, открытой карте, 4-5 лет. Нет проблем. Потому что есть системность преподавания. Да, это легко объяснить. Там, где нет системы, там, соответственно, прогресс медленный. Потому что люди находят правильные вещи случайно. А ты учишь находить их правильные вещи системно показываемые. Я думаю, что я нашел этот вид, что как учить, как преподавать, что все, кто хотят, найдут все это. Но это зависит от спортсмена. Не каждый человек будет в черном поясе, да? Чтобы делать что-то. Я делал джицу сейчас в 16 лет. Это должен быть какой-то вид жизни. Что ты делаешь что-то 10 лет и больше. Иногда люди хотят сразу быстро, быстро, быстро. Но это невозможно. Всегда нужно обстоятельно и много работать. Эта часть, джицу, стала проще. Спортсмены в твоем зале, они все имеют разную борьбу? Или они все повторяют какую-то одну вещь? Я рад, что они должны знать гриловую курицу. После этого мне все равно. Если они это знают, я помогу им найти что-то, что они умеют. И они сами выбирают, какую карту они хотят делать. То есть правильный принцип создает пространство возможностей для тех. Чтобы все будут отдельно делать свои вещи. Это хорошо для групп. Это очень плохо, если люди все играют в какую-то вещь. Все играют как тренер. Да. Это очень плохо, если тренер учить свой стиль. Если у тренера есть стерлива, то у всех есть стерлива, но ничего больше. Это очень опасно. И помимо этого, это все делает не таким интересным? Я не понимаю, что я делаю. Когда все играют одну и ту же вещь, это не так весело? А, да-да-да, конечно. Это есть, что у тебя стилы. Это очень главное, если у тебя есть не так много людей в клубе. Если у тебя 20 человек, тогда очень важно, что все играют по-разному. Это случается, если у тебя 100 человек. Ну, там есть. Если даже учишься всем спайдергарда, там будет как-то люди играть по-другому. Но если у тебя маленькая группа, 20 человек, хоть очень-очень важно сделать, так что все делают по-разному немножко. Свои идеи в разном задали. Приятных сериалов. Спасибо. 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 А, да-да-да. А, да-да-да. Здравствуйте. Как это обычно обстоит в залах? Тебе нравится то, каким образом это обычно происходит? То есть обычно учат разным техникам. Разные тренера объясняют. Долариву свип, butterfly свип, spider guard свип. Разве не хорошо, когда у человека есть пространство вариантов, когда много тренеров. тренер показывает много техник но наверно если сказать что что техники нужно чтобы знать что арт барр что трианголь как свипы работают но после какого-то время очень опасно преподавать только техники поэтому что что я обычно в семинаре скажу что обычный человек два раза в неделю каждый каждый тренировка может быть два техники если делать математику да делят четыре деньги тогда 2 или 8 месяцев уже 16 чтобы два месяца чтобы так как если кто-то учит что-то сложного как бы может быть музыкой может быть гитар попробовать играть ты не можешь поставить 32 новых вещи свою в игру за два месяца это вообще безумно но это очень часто так делают и никто как бы не думает что это безумно и как бы белые поясы думают ооо джиу-джитсу очень сложно а за год получается трехзначная цифра да чтобы очень сложно чтобы это их вина что может быть они не понимают джиу-джитсу то есть он приходит видит много техник на одной тренировке потом на другой потом на третьей и думает блин какой я глупый я не могу понять джиу-джитсу я не могу все это запомнить но это не его проблема да это и так талентливые люди так учат да у кого есть есть это время чтобы тренировать может быть пять раз пять раз в неделю это очень сложно и я не думаю что люди делают плохо поэтому что так предпадают я думаю что просто они не знают как по-другому делать чтобы это тоже не их вина но я как бы говорю что там нет есть метод я не говорю тоже что техники не нужно нужно знать что значит нужно как свип делать какой возможности что какие у меня выборы есть но вообще чтобы быть черным поясом открытым гардом должен быть хорошая защита и тоже может быть идеальным один свип чтобы ты не должен быть хорошим спайдер гардом беларивом гардом там 10 свипа налево 10 направо это нет цел чтобы но везде очень много так учат но хорошо станутся люди которые тренируют очень-очень много у кого есть время чтобы работать эти вещи чтобы поставить это чтобы тайминг там было но если ты тренируешь два раза в день это так не работает то есть по сути предыдущая это менее качественная работа потому что на нее требуется куда больше времени да то есть да как так так как так 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 я интересован что большинство идей стало лучше не просто то талентливые люди да я ощущаю что все люди в моем клубе были хорошими тот кто тренирует лучше больше станет лучше наверное это реально но у всех был шанс поэтому что если мы говорим что жюджицу для всех да это слоган жюджицу да жюджицу для всех если мы преподаваем как как мы преподаваем жюджицу не все очень много человек кончит жюджицу белый пояс да может быть там синий пояс потому что это очень сложно каждый день чтобы они учат но они понимают эти принципы я чувствую что большинство стало лучше я чувствую большинство стало лучше я чувствую что большинство стало лучше это не раб это просто чудес у меня плохо он не может армбардер как мы и учим если по-английски posture pressure possibility осанка давление невозможность вопросы есть? нет в городе это как это цена это